Всем привет, ребят! Вы на канале Жизнь на коробке, там что-то Вовка мастерит. Пойдем глянем. Зая, что ты делаешь? Ищу конец скотча. Зачем? Как зачем? Хорошо, начну по порядку. Что у нас на носу? Новый год. На Новый год принято что делать? Подарки. Подарки. Своим близким, которые находятся рядышком с нами, мы подарки приготовили? Ну, можно сказать, что да. А у тебя есть еще любимый брат, где он живет? В Иркутске. Так вот, он хоть и большой мальчик, но подарка же заслуживает. Ну, я надеюсь на это. Не надо надеяться, он действительно заслуживает подарка. Вот как раз этим я и занимаюсь, что готовлю подарок ему. А, классный подарок, Витя! Лови подарочек! Нет, нет, ну ты совсем... Не, хотя я знаю Витю, поверьте, он обрадуется даже такому. Но это нет. Это, скажем так, это приспособление для того, чтобы отправить подарок. Ага. Объясню почему. Ну, мы по старинке как бы решили, такие наивные чукотские ребята, и решили, что мы очередной раз отправим нашу посылочку с проводником, поездом. Вот. Ну, не тут-то было. Запретили им это делать. И мы раньше-то, в принципе, не разрешали. Ну, как-то... Как-то все-таки получалось. Ну, а сейчас правила ужесточились, и нам отправить ее не получилось. Попытались мы ее отправить транспортной компании. Ну, во-первых, получилось, как ни странно, очень дорого. И плюс ко всему, она придет к адресату только после 15 января. Ну, нам всем известно, что ложка дорога кабилу. Вот. И остался у нас последний вариант. Это наша любимая драгоценная Почта России. Но у них есть свои определенные условия. По упаковке, по отправке и так далее, и тому подобное. Вот. Так как мы собираемся отправлять, ну, скажем так, немножечко своих вкусняшек с Кавказа. Вот. Путь не близкий, плюс путь морозный. Что немаловажно. И вот я изготавливаю такой вот самодельный термос. Чтобы наша продукция по дороге не разморозилась, не перемезла и так далее. То есть это как термос. А это потом все в коробку, да, будем складывать? Да. А потом это все дело тщательно упакуем, чтобы она не каталась, чтобы она там, не дай бог, не побилась, не разбилась. Кстати, кто не знает, раньше мы отправляли Почтой России в стекле, в банке стеклянной. Сейчас это категорически запрещено. Но имейте в виду, кто надумает что-то делать, имейте в виду, что только пластиковая тара. Можно я немножко поподробнее об этом расскажу? Давай, расскажи. Для этих целей. В общем, мы планируем отправить грибы маринованные, которые сами собирали и сами мариновали. Так как в стекле сейчас нельзя отправлять. Соответственно, мы купили вот такой пластиковый контейнер с крышкой. Этот пластиковый контейнер специально предназначен для продуктов и его можно использовать для микроволновой печи. Соответственно, эту баночку можно стерилизовать. Поэтому я ее уже сразу помыла, простерилизовала. Мы туда свои грибы откроем из стеклянных баночек. Перельем в эту пластиковую банку. Немножко сверху маслом зальем. Чтобы они там не закисли по дороге. Чтобы воздух лишний раз не попадал. Зальем сверху подсолнечным маслом и крышкой закроем. Но между крышкой вот этой и самой баночкой мы будем ставить обычный пакет. Полиэтиленовый. Ну, чтобы, дабы сделать ее герметично. Так как она не предназначена. Вот. Она начинает... Так что, ребят, если кому-то нужно будет такую информацию, кто планирует тоже что-то отправлять в стекле, но не знает, что придумать с этим. Вот, пожалуйста, мы нашли... Мы нашли выход такой. Выход из положения именно только такой. Больше ничего нам в голову не пришло. Вот. И так как мы еще и, плюс ко всему, ограничены по времени, искать какие-то другие альтернативные решения, ну, не предоставляется возможности. Вот. Ну, ладно. Изготовили мы вот такой вот термос. Раз. Два. Только еще два штучка. Ну, один мы поставим. Вот под размер я его сделал. Мы поставим сюда. Как вы думаете, что это? В жизни не догадаетесь. Что можно с Кавказа прислать? Ну, конечно же, домашнее вино. Такого у них там нету точно. По крайней мере, виноградного вина нет. Почему? Потому что он у них просто не растет. Да, плюс ко всему, это из нашего винограда делала наша мама. Да. Они его приезжали к нам по осени, они его кушали. Кушали. Теперь будут пить из него вино. Вот мы его сюда так поставили. Вот так вот мы его крышечкой прикроем. Все это тщательно запакуем. Ну, и плюс ко всему, я планирую, не знаю, оценишь ты, нет. Что надо сделать? Вот сюда еще проложить синдепон. Ну, чтобы поменьше каталось. Ну, и меньше. Можно, кстати, да. Меньше громыхать. Давай так сделаем. А вторая, второй термос, как мы ранее сказали, специально под размер грибочков. Грибочков, да. Сейчас и банку еще раз простерилизуем. Больше, по большому счету, нам стерилизовать, вернее, размораживаться там больше нечему. Поэтому нам будет достаточно два термоса. Что мы еще положим в посылочку, мы обязательно покажем. Не переключайтесь. Ну, вот, ребят, смотрите, мы уже наше драгоценное вверхо упаковали, прям как маленького дитя. Смотрите. Вот у нас вот такой мешок синдепона есть. Вот так уберем и запаковываем. Заодно будет что под елочку положить. Игодственно снежок. Да? Класс. Два в одном, три в одном. Вот. Потом мы закроем это все. Мешечкой. Устойчиваем при кипе. Случшим, замотаем. Продолжение следует. Ну вот, как мы и обещали, мы вам показываем, что помимо грибочков и домашнего вина, что мы еще покладем посылочку для наших родственников. Это, не подумайте, это растительное масло. Домашнее жареное растительное масло. Наши родственники очень любят его употреблять в пищу для всяких салатиков и так далее, и так далее, и так далее. Но почему-то в их регионе такого нет. Наверное, скорее всего, потому что подсолнув там не растет. Он растет, но его только для кормов добавляют, он не успевает вызреть. Поэтому вот такое масло они могут кушать только, когда мы присылаем им. Или же когда они приезжают к нам в гости. Вот. Что хотелось бы еще по поводу масла сказать. Есть такая умная девочка Алиса, которая в Яндексе живет. Так вот, она нам подсказала такую полезную информацию. Если честно, я даже не задумывался. Мне, извините меня, 40 с лишним годков, а я до сих пор не знаю, при какой температуре вообще замерзает масло. Так вот, она сказала, что замерзает она в зависимости от сорта и в зависимости от того, рафинированное оно или нет. Начиная от минус 13 градусов до плюс 20. Минус 20. До минус 20, да. Поэтому нам бы очень не хотелось, чтобы оно замерзло и испортило свои вкусовые качества. Поэтому мы его упаковывать будем. Термос не будем ставить. А вот поставим вот ее в такой вот пакетик. Обычный полиэтиленовый. А здесь по краям и везде обложим тем же самым синтеконом. То есть, я так думаю, что она свою погоду сделает. Ладно, с маслом ладно. Вот это у нас. Инжир. Сушеный инжир. Даже он не сушеный, он, наверное, вяленый, подвяленый. Да. Вот. Это у нас... Королев. Королев. Точно так же, вяленый. Это у нас сухофрукт из груши течки. Не знаю, есть у них или нет, но лично мне очень нравится компот из этого. Из этой засушенной груши. Узвар, так сказать. Ну, узвар там еще много чего добавляют. Вот мне именно вкус вот этой гички нравится. Я думаю, что наши родственники тоже оценят ее по достоинству. Вот. Это самая настоящая курага, также вяленая. Которую, ну, именно это наша местная, которую там, ну, по определению, они взять не смогут. А если и смогут, то это будет стоить кучу денег. И она уже, ну, не будет иметь того, что... Изюм. Это изюм. Изюм. Вот. Это орешки фундук, уже очищенные. Что у нас еще здесь? Это сухая зеленая аджика. Им тоже она очень-очень понравилась. Они ее добавляют во все блюда. И, скажем так, вот пол пакета вот такого они съели буквально за три месяца. Ну, и, соответственно, мы решили им еще довесочек. Единственное про аджику, ребят, хочется сказать отдельно, что ее желательно упаковать в несколько слоев пакетов для того, чтобы она слишком ароматная. И чтобы другие какие-то продукты, либо там вещи... Рядом стоящие, да? Да. Не взяли вот именно запах аджики. Она очень едкий запах. Он приятный. И все, но я думаю, не очень понравится, если у вас инжир будет пахнуть аджики. Да. Вот. Ну и... Лавровый лист. Свеженький, зелененький лавровый лист. Который точно так же растет у нас на Кавказе. Вот такую посылочку мы решили своим родственникам сообразить. Заморачиваться чем-то серьезным у нас нет возможности. Как бы нам не хотелось, но к сожалению. Поэтому вот что умеем, что можем, чем хотим удивить, я думаю, им будет приятно. Так, специально для брата Вити. Он любит у нас остренькое. Это перчик, выращенный в нашем огороде. Очень злой, очень. Пускай питается на здоровье. Ой, и Настюха тут дочь наша. Сделала подарок, даже в свою коробку упаковала. Сейчас будем смотреть, что она тут сделала. Ой-ой-ой. Слабка. Сейчас, ребят, поправим. Она, значит, нарисовала, не знаю, видно вам, нарисовала наших собак. Это Митика и Мори. Украсила все это дело. Значит, положила, взяла коробочку у себя там где-то. Положила, значит, эту поделочку. В эту коробочку насыпала туда конфет. Видите, какая у нас подельчивая дочь. Еще здесь тоже какие-то конфетки. Ну, тут другие немножко. Другие. И сказала, это обязательно отправить, удивитесь у Династии. Это, наверное, так поздравляет с Новым Годом. Вот так вот. Да. Кто не знает, нашему ребенку пять с половиной лет. В январе будет шесть. Да. Вот так, ребят. Так что, подарочек от нашей дочи едет в Иркутск. Тоже так же его сейчас запакуем. Перчик запакуем. Все это будем стретчем делать. Ну, дабы, чтобы поменьше оно все это дело. Дай мне сюда синдепона чуть-чуть. Чуть-чуть. Капирюшечку. Ага. Вот так. Ну, чтобы поменьше эти конфетки там у нас... Мотылялись, да? Мотылялись. И надо... Сейчас дай мне маркер. Надо подписать, что это от Насти. Лично от Насти, да. Так она еще так припрятала этот подарок. Вчера сделала все, мне говорит. Ну, пиши, что это от Насти. Мне говорит, мама, это подарок. Я говорю, хорошо. А сама его спрятала, я сейчас еле нашла. Лично в руки. Лично. В руки. В руки. Семье. Анастасия. Ну что, ребят. Осталось дело за малым. Все упаковать вот в такую вот коробочку. Фирменная коробка. С почты России. Самый большой размер, который я нашел, по крайней мере, в нашем отделении. Стоит она 180 рублей, кому интересно. Не стали заморачиваться с чем-то другим, потому что, я же говорю, там у них свои какие-то жесткие правила. Это можно, это не можно. Тут со скотчем, тут без скотча. Поэтому не стали, чтобы не было у нас головной боли, купили их нефирменную. Ну, столкнулись с такой проблемой. Все, что мы здесь наупаковывали, она у нас не влазит. Не влазит. Поставили два вот этих термоса, которые, ну, нам по-любому нужны. Ну, и как бы, чтобы было аккуратненько, решили еще вот в такие маленькие коробочки сложить вот эти вот все фрукты, которые мы вам показывали ранее. Но они у нас, к сожалению, не влазит, поэтому придется сейчас все это дело распортировать и складывать уже по факту. Ну, что, как говорится, делаем ставки, господа. Вот наши весы, вот наша уже готовая посылочка. Интересно, уложимся мы в 7 килограмм? Ну-ка, давай. Как ты думаешь, Катя? Мне кажется, здесь больше будет. 7. Та-дам! Сколько? 8,295. Что-то мне тут не видно. Подвинь чуть-чуть туда, на себя-то не видно. Ага. Ну, короче, 8,300. 8,300. Ну, в принципе, нормально. Ну, я же говорила, не уложимся в 7. Ну, до 10 уложились, потому что свыше 10 килограмм там уже совершенно других денег стоит пересылка. Там главное было уложиться в 10 килограмм. Ну, и отлично. Вот и все. Ну, а пока. Всем пока. Поехал я на почту, отправлять посылку. До новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.